Массовая вакцинация школьников продолжается. К началу учебного года 230 тысяч молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет получили как минимум одну прививку. Госсекретарь Иштван Дёрть обратил внимание на то, что количество заражений растет. Поэтому важно, чтобы каждый воспользовался возможностями вакцинации. Кризис беженцев из Афганистана разделяет Евросоюз надвое. И проблема миграции снова с нами, заявил парламентский госсекретарь Офиса премьер-министра. Балаш Орбан подчеркнул, Афганистан десятилетиями возглавляет список стран, из которых уезжает больше всего мигрантов. И большинство нелегалов Венгрии тоже оттуда. Он добавил, если кто-то даст этим людям надежду, они появятся в Европе в огромных количествах. Политические лидеры со всего мира выступят на Будапештском демографическом саммите. Среди них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший вице-президент США Майкл Пенс, а также премьер-министры Польши, Словакии, Чехии и Словении. Министр по делам семьи Каталин Навак отметила, что развитые страны, в том числе и Венгрия, находятся в демографическом кризисе. По ее словам, многие государства видят решение проблемы в массовой миграции, но Венгрия выбрала другой путь. Одна из ведущих фармацевтических компаний мира заявила о желании инвестировать в Венгрию, заявил министр иностранных дел страны. Петер Сиярта пояснил, что американская компания Varian расширит свой исследовательский центр, а также модернизирует технологию лучевой терапии. Общая стоимость инвестиций составит 2,7 миллиарда форентов, которым правительство добавит 490 миллионов форентов поддержки. Гарантированное энергоснабжение и обеспечение необходимым сырьем — это ключевой вопрос национальной стратегии, заявил министр инноваций и технологий на дне горнодобывающей промышленности в городе Дёндёш. Ласло Полкович подчеркнул, что в связи с растущим спросом на источники энергии необходимы более эффективные и инновационные решения. Но нужно также учитывать последствия пандемии.